В Советском Союзе, где, как известно, считалось, что женский вопрос решен, а независимых общественных движений не существовало совсем, феминизм мог возникнуть только как подпольное явление. И такие немногочисленные феминистские группы появились в Ленинграде в 70-е годы. Им удавалось даже публиковать сам издатовский феминистский журнал. Но по-настоящему о женском движении России мы можем говорить только с периода начала 90-х годов, то есть постсоветский период. Стали возникать многочисленные независимые женские организации. Число их постоянно росло и достигло нескольких сотен. Но большинство из них не ставило политических задач, выполняя только функции социальной помощи малообеспеченным женщинам, женщинам с больными детьми, одиноким матерям. Это была теория малых дел. Хотя постепенно часть этих организаций стала выдвигать требования государству о соблюдении трудовых и социальных прав женщин, принятию антидискриминационных законов, законов о домашнем насилии. По-настоящему группы, которые называли себя феминистскими, стали возникать в России только в конце 2000-х годов. Это были группы, по примеру их западных коллег, роста самосознания. Они формировались в социальных сетях и ставили такую же задачу, как феминизм второй волны – понять причины гендерного неравенства, причины сексизма в российском обществе. Российские феминистки из этих групп были убеждены, как их западные коллеги, что система патриархата держится в том числе и на согласии женщин с предрассудком о мужском превосходстве. И женщины не дают себе права осознать свои интересы и бороться за эти интересы и права. Но постепенно число этих групп росло, они поднимали все новые и новые темы, создавали феминистские сайты, проводили просветительские кампании, но постепенно стали переходить к публичным акциям. Поскольку 2000-е годы стали известны в России как наступление консервативной реакции и религиозного фундаментализма на уже завоеванные права женщин. Самой известной компанией феминисток стала публичная акция 2011 года, когда они боролись против попыток запрета доступа женщинам права на безопасный медицинский арборт. Их публичные акции и демонстрации под лозунгом «Свободное материнство», участие в публичных слушаниях в Государственной Думе привели к тому, что попытки консерваторов оказались безуспешными. Вторым важным направлением борьбы российских феминисток становится борьба с сексистскими предрассудками в российском обществе. Они учредили премию «Сексист года». Номинантами на эту премию были многие известные публичные деятели и мужчины, и женщины, кстати, потому что часть женщин разделяет сексистское отношение к самим себе, считая, что у женщин есть некое природное предназначение, и они не должны претендовать на те роли, которые не одобряет консервативная система. Но необходимо сказать, что несмотря на наступление консерваторов, большинство российской молодежи, я думаю, и девушек, и молодых людей никогда не согласятся вернуться в прошлое, они уже разделяют идеи равноправных отношений, идеи свободы выбора, поэтому феминизм в России имеет очень большие перспективы. И мы видим интерес к феминистским группам и расширение количества участникам феминистства сейчас последние годы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!